Губернатор Василий Голубев провел совещание по проблемам водоснабжения шахтерских территорий. С начала года по решению губернатора из резервного фонда было выделено более 100 миллионов рублей на обеспечение стабильного водоснабжения. Между тем, даже при наличии средств, поступивших из областного бюджета, в некоторых муниципалитетах не смогли оперативно организовать начало работ. Губернатор потребовал наказать безалаберных чиновников. На совещании министр ЖКХ отметил слабую работу по установке приборов учета в многоквартирных домах. Этот вопрос обсуждался на совещании с руководителем управляющей компании в администрации Новошахтинска. У нас по всему-то оснащение стопроцентное, кроме приборов учета. Вот мы, Гуково, там еще, не помню, какой-то из городов, там, где неполное оснащение. То есть у нас одно из самых вообще низких, это 40, по-моему, 42 процента, наши квартирные дома оснащены приборами учета холодной воды. Хотя закон 261 федеральный, он предписывает уже до, по-моему, до 1 июля, должно быть все это завершено и установлены приборы учета. Естественно, обязанность по оплате установки общедомовых приборов учета, собственно, как и всех остальных, это она лежит на собственнике жилых помещений, на квартирных домах. Поэтому задача такая, задачу поставил губернатор на этом совещании. Мы должны в ближайший срок, срок, давайте, по каждому, каждая управляющая компания знает, сколько недостает приборов учета. Я могу так пробежать. Так, строитель 64 установлено, 80 нет, жилком сервис 18 установлено, 23 нет, элит сервис 7 установлено, 41 нет, коммунальщик 32 установлено, 57 нет, комфорт сервис 46 установлено, 56 нет, партнер 78 установлено. То есть у партнера получается 100%. Вышло постановление, оно 30.06 вступило в силу, постановление правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года, номер 603, о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации. Здесь у нас полностью подход меняется, именно в 306 постановлении, изменение в 354 постановлении в части предоставления коммунальных услуг. Посмотрите здесь вот внимательно, именно как будет вести обслуживающая организация, именно по общедомовым приборам учета. По-любому нам с вами общедомовой прибор учета нужен. Это там меняются сами подходы. Поэтому второй момент я хотел бы сказать, чтобы не получилось такие вещи. Как бы мы с населением отрабатывали, говорили, постоянно общались, устанавливайте приборы учета. Иначе когда придет ресурсоснабжающая организация, ну это будет 2-3 раза дороже. Будет уже с модемом, с передачей данных и так далее. Поставьте прибор учета, сегодня, сейчас и вопрос закрыли. Поэтому вот такая задача стоит, мы ее должны сделать. Ну и, во-первых, учет, в любом случае должен быть учет ресурсов. Мы требуем из Донрека, идет оснащение приборами учета, ну это на головных, на водострои, там еще сейчас мы будем заниматься. И губернатор поддержал это разработку гидравлической схемы. Будет выделение денег, деньги будут выделены муниципалитетам и нам, и Красному Сулину. Тем более мы первые уходим в концессию. Мы выступаем от себя и от Красносулинского района. В рамках этой концессии, которая позволит нам привлечь достаточно серьезные ресурсы для сетей водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений. Скорее всего, будет новая управляющая компания, которая будет заниматься водоснабжением. Поэтому, причем это достаточно в ближайшее время все это произойдет. Это компания, которая будет организована инвестором, которая будет вкладывать деньги, которую он в соответствии с соглашением должен вложить в нашу территорию. Это более 200 миллионов. Какие есть вопросы, предложения, пожелания? Вопрос по Донрекам. Мы обратились по установке зла учета, обратились о выдаче этих условий. Два месяца ждали только ответа письма. То есть, мы нам сказали письмо, через два месяца нам пришел ответ, что для получения этих условий вам требуется предоставить эти условия. Сейчас Иванов со своей стороны даст указания нашему подразделению, новошахтинскому филиалу, с тем, чтобы в этом вопросе не было никаких задержек, никаких препятствий. Писываем протокол рассмотреть возможность выдачи технически не позднее трех суток. Да, потому что иначе, если это будет по два месяца выдаваться технические условия, это мы будем очень долго этим заниматься. Есть еще какие-то вопросы? У меня есть определенные люди, которые должны заниматься своим делом. Кто занимается тепловой, кто занимается водой, кто занимается этим. Я сейчас должен все это остановить и заниматься приборами учета в течение двух месяцев. Что это такое? Не, ну если мы в свое время это не сделали, ну кто-то сделал своевременно. Ну нужно было, значит, ранее это делать. Это должна быть, вот вы правильно сказали, по теплу человек собрал людей в домах, провел собрание, люди согласились, он установил и сейчас люди работают. Водоканал же выставил счета с колодцем 150 тысяч, без колодцем 100 тысяч, он специально сделал, чтобы не устанавливать. Теперь вы говорите, ребята, давайте устанавливать за два месяца. Каким образом? У нас 258 домов сделали, 257 не сделали, ну половина. То есть нужно установить 257 приборов учета в целом по всему городу Новошахтинску. Не в рамках одной управляющей компании, а в целом по всему городу. Поэтому, ну, эту задачу в любом случае нужно выполнять. Это уже остаточек остался, тот, который нужно доделать. Который нужно довести до конца. Довести до конца и выполнить федеральное закон. Нужно объяснять, проинформировать. Тем более, это уже затяжной момент. Потому что это, ну, в любом случае, это необходимость. Я хочу сказать, что комфорт-сервис. В своем время, когда вышел закон номер 261 в 2009 году, мы установили по команде Михаила Владимировича 100% все приборы учета. И оказывали коммунальные услуги. После того, как мы передали, еще тогда была Донская водная компания, они оказывали коммунальную услугу сегодня в Дон-Реко. Все приборы учета, естественно, никто, коммерческий учет не принял. Не все, а некогда. Они стоят, но они не приняты. Сейчас они уже вышли из строя, они просрочены. То есть, люди, собственники по второму разу устанавливать их не будут и не обязаны. Дон-Реко обязаны установить? Пусть устанавливают. Пусть приходят на собрание. То, что вы приводите пример коммунальных котельных тепловых сетей. Проводят собрание, согласовывают цену, утверждают на общем собрании. Если люди согласятся, пусть устанавливают и выставляют им счета. Я так считаю. Ну, я не знаю, даже как вот людям говорить, давайте по второму разу устанавливать. Нет, слово повторно устанавливать не надо, если они стоят. А вот где просрочено, это обязанность собственника. Поэтому вот такая задача стоит, мы ее должны сделать. Ну, и, во-первых, учет, в любом случае должен быть учет ресурсов. Мы требуем из Дон-Река, идет оснащение приборами учета, ну, это на головных, на водострои. Там еще сейчас мы будем заниматься, и губернатор поддержал, это разработка гидравлической схемы. Будет выделение денег, деньги будут выделены муниципалитетам и нам, и Красному Сулину. Ну, тем более, мы первые уходим в концессию. Мы выступаем от себя и от Красно-Сулинского района в рамках этой концессии, которая позволит нам привлечь достаточно серьезные ресурсы для сетей водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений. Скорее всего, будет новая управляющая компания, которая будет заниматься водоснабжением. Поэтому, причем это достаточно в ближайшее время, все это произойдет. Вот, это компания, которая будет организована инвестором, которая будет вкладывать деньги, которую он в соответствии с соглашением должен вложить в нашу территорию. Это более 200 миллионов. Продолжение следует...